В марте 2024 года на выборах впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. Давайте узнаем, каким способом будут выражать свою гражданскую позицию жители Ленинского городского округа. Каким должен быть президент, на ваш взгляд? Президент – это же наш представитель, защитник наших интересов, ну и гарант Конституции. Он должен думать о нас, о народе, это в первую очередь, чтобы он нас не забывал никогда, ну нас, в общем, за народ справедливый. Он должен быть на голову выше всех, наверное, граждан своей страны. Как вы считаете, как привлечь молодое поколение к участию в выборах? Мне кажется, молодежь очень хорошо участвует в выборах. У меня двое детей, они готовы. Они ему говорят, мы обязательно пойдем на выборы, потому что мы хотим проголосовать, за кого мы выбрали. Будете принимать участие в выборах в этом году? Буду. Каждый человек должен знать, что надо выбирать. Я всегда выбираю. Когда дети спрашивают, а вы ходили на выборы? Я говорю, дети, я всегда хожу на выборы. Даже ради того, что если вы спросите, я, да, я была на выборах. В этом году пойдете? Обязательно. Уже определились с днем, когда пойдете голосовать? Да, в пятницу. 15 числа, первый день. 17-го, с месяца, марта. Это будет суббота, скорее всего. Жители поддержали формат электронного голосования. Да, это очень хорошо, очень удобно. Будем, право, с вами электронный. Чтобы проголосовать дистанционно, избиратель должен воспользоваться госуслугами. Чтобы проголосовать привычным способом, нужно прийти на избирательный участок в дни голосования. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.